Мне абсолютно все равно, на какой территории помогать тяжело больным людям. Многим организациям были звонки, отзовите свою подпись. Людей заставили понервничать. На системные проекты деньги давали крупные западные компании. А что, а почему этим Минздрав не занимается? Человек, который работает в благотворительности, и который привык помогать тем, кто слабее, этот человек не может поддерживать никакое насилие. Границы стран — это не про людей. Про людей — это вот так вот. Скажите, пожалуйста, опрятать своих мужчин — это не стыдно? Чтобы они шли участвовать в спецоперации? Тех, кого я учила у брошенной бабушки, пролежни зализывать? В каждом психоневрологическом интернате есть бывшие вояки, чеченцы, афганцы. Как мы будем с этим работать? С любовью, с ужасом. Страшно про это думать. Всем привет, это Forbes Talk. Я Елена Тафанюк. И со мной, как обычно, мой коллега Антон Жилнов. Антон, привет. Да, привет, Лена. Привет, зрители. Мы очень рады, что с нами сегодня Нюта Федермейсер, основатель фонда «Вера» и глава Московского центра палиативной помощи. Нюта, привет. Здравствуйте. Рада вас видеть. И я вас тоже. Делаем вид, что нормальная жизнь продолжается. Ну, ничего не остается больше. Нюта, как события после 24 февраля? Уже довольно много времени прошло. Сказались на вашем фонде, если вот сейчас какой-то итог предварительный подвести? Потому что со стороны кажется, что государство сегодня, а вы все-таки с ним в тесной связи, по понятным причинам находитесь, совсем не до благотворительности, к сожалению, и только Украина. Вы знаете, народ, в смысле вот люди, которые живут в стране, и государство, это порой, к сожалению, а может быть, к счастью, не параллельные ни одним курсом идущие направления. И в России люди в кризисной ситуации становятся значительно более эмпатичны, чем в такой вот стандартной повседневной жизни. И отчасти у фонда «Вера», как и у абсолютно всех остальных фондов, ситуация с донорами ухудшилась. То есть какие-то компании, которые жертвовали нам деньги, или которые гуманитарно нам помогали какой-то продукцией, они ушли, но они ушли вообще из России, из российского рынка. Например, вы не найдете в стране ни одного хосписа, взаимодействующего с фондом «Вера», в котором не было бы какой-то мебели, продукции, не знаю, штор, кресел из Икеи. Потому что Икея всегда помогала. И вот это вот закончилось. Нам очень помогала компания H&M. Нам масса организаций, там, Макдональдс, ну, все, что хотите. Я даже не знаю, какой бренд из ушедших нельзя назвать. Все помогали. Но при этом есть компании, которые пришли, которые в этой ситуации значительно острее осознали свои социальные обязательства, чем это было до того. И есть, например, большое количество, самое вообще крутое, что развелось в благотворительности в последние годы, это рекуррентные платежи. Это вот этот простой способ для человека переводить пожертвования. 50-100 рублей с его карты, которые незаметно списываются. Да, с его карты, которые списываются, незаметно. И на самом деле именно ты, вот такой жертвователь, ты обеспечиваешь стабильность жизнедеятельности НКО. Вот здесь многое отвалилось, потому что карты разных банков, платежные системы, уехавшие люди, Apple Pay, вот это уехало. А с другой стороны появились те, кто вот в этой ситуации собственного стресса, непонимания, отсутствия контроля за своей жизнью, за жизнью своих близких. Должно быть что-то, за что ты цепляешься, что ты делаешь осознанно. И вот эта вот осознанная помощь, она в кризисной ситуации резко возрастает. Это так, был в ковид резкий рост гуманитарной помощи, в ковид резкий рост было волонтерство. Вот сейчас произошло то же самое. И по деньгам мы на самом деле пока не провисли. Если говорить про помощь от государства, фонд президентских грантов, например, но я бы хотела, чтобы достаточно объективно и четко прозвучало, что если вы посмотрите процентное соотношение организаций, потому что было такое желание в среде, ага, все те, кто подписал письмо против событий на Донбассе, не получили деньги ФПГ. Это не так. Есть организации, подписавшие письмо, которые не получили, и есть организации, подписавшие письмо, которые получили. Что их отличает? По какому принципу? Вы знаете, я не могу точно сказать, какой принцип, но я могу точно вам сказать, как один из экспертов ФПГ, что количество заявок впервые превысило, впервые с момента создания фонда, превысило сумму денег, которую фонд мог перечислить. И тогда, естественно, стали думать, кого отсечь. И я не буду лукавить, я считаю, что кто-то попал именно по этому принципу, потому что да, нам были звонки, многим организациям были звонки, отзовите свою подпись или разместите информацию в открытых социальных сетях о том, что вы помогаете беженцам, и тогда вы дадите нам дополнительную возможность вам помочь. А то есть беженцам помогать можно? Да. Но все-таки это какие-то единичные случаи. Эти звонки были не от руководства, а от каких-то странных, псевдо-афилированных с этой организацией людей. Такая инициатива с мест. Был такой замечательный человек Даниил Дондурей. Да, конечно. Кинокритик, да. Он потрясающе придумал, разработал и озвучил теорию, теорию про смысловиков, про людей, которым не нужны никакие ЦУ, которые просто улавливают какие-то движения, знаете, дуновения ветерка, и начинают сами, значит, двигаться. Раньше это называлось конъюнкторщик. Это тоньше. Конъюнкторщик гораздо более квадратная, прямолинейная история. А вот смысловик, он такой потоньше. И вот это вот смысловики, да, они улавливают это движение, такие, а, вероятно, мы сможем выиграть, если мы усилим дуновение ветра. Но в целом я не наблюдаю пока, два, по крайней мере, каких-то конкретных ЦУ, ограничивающих деятельность НКО, ограничивающих сферу нашего взаимодействия. Нет. Но то, что государство сейчас не до этого, конечно, да. Конечно, да. То есть я вижу, что по остаточному принципу происходит взаимодействие, все понимают, что по-прежнему важно. Ну и вообще, а какой сейчас способ держать людей, проживающих в стране, в состоянии относительного покоя и стабильности? Не ослаблять работу в социальной сфере. Это единственный способ. Нет. А кого все-таки наказали из фондов за то письмо, которое вы во главе всех фондов подписали, которое было опубликовано 26 февраля, на вашей странице в Фейсбуке? Вы говорите, были звонки, что вот не могли бы отозвать, могли бы пересмотреть взгляды? Я не думаю. Я не считаю, что кого-то наказали. Смотрите, во-первых, госгранты – это не только ФПГ. Есть еще гранты правительства Москвы, комитета общественных связей, региональные гранты. Все продолжают получать. Слишком сейчас уже интегрирована работа НКО в работу системы. И если ты наказываешь фонд, не давая ему государственные деньги, то ты наказываешь население, которое через этот фонд получает ту или иную услугу. Я бы не сказала, что кого-то наказали, но людей заставили понервничать, особенно вот этими дебильными, несанкционированными сверху звонками и разговорами. Но вот смотрите, ваша еще цитата. В апреле интервью RTVI было достигнуто взаимодействие между третьим сектором НКО и государством. Устойчивое, хорошее взаимодействие – все в прошедшем времени. У нас был достаточно большой процент государственных денег. Почему в прошедшем времени? Почему был процент государственных денег, он сократился? Наверное, я думаю, что в апреле я не могла просто еще говорить за 22-й год, равно как и сейчас я не очень могу говорить за 22-й год, он еще не закончился. Думаю, что я имела в виду 21-й год. Что пошло не так тогда, если вы говорите? Я не считаю, что пока мы имеем основания говорить, что что-то пошло не так. Это можно будет судить по итогам 22-го года. Я по-прежнему думаю, что ухудшение финансовой ситуации в том или ином благотворительном фонде – это вопрос времени. Это обязательно произойдет, пока мы еще живем на старых договорах и на вот этом вот всплеске эмпатии со стороны населения, связанном с тяжелой нашей каждодневной жизнью. Скорее всего, это изменится. У всех фондов разработаны кризисные планы. Кого мы будем в первую очередь увольнять, какие программы мы будем в первую очередь закрывать, какие оставлять. Это все грустно, но это нормальный ход событий. А вы можете ваш кризисный план рассказать? Я не хотела бы его рассказывать, наверное, чтобы не напрягать ни сотрудников, ни получателей помощи раньше времени. Но он, безусловно, есть. Понятно, что все, что касается непосредственной помощи пациенту, это должно сохраниться. А все, что на развитие и на обучение, какие-то более системные вещи, вот это придется закрывать. И здесь как раз вот это очень грустно. Потому что то, куда развивалась благотворительность за годы, в сторону системности. Давайте уходить от покупки памперсов и лекарств, и давайте заниматься изменением системы, интегрированием в систему. Давайте заниматься образовательными программами, писать книги, учебники. То, что будет способствовать помощи не индивидуальному физическому лицу, а целому пласту на целых категории пациентов, например. И происходящее вот здесь все откатывает. То есть, к сожалению, мы можем скатиться в ситуацию, когда мы снова начнем собирать деньги на Васю, Петю, Колю. Это очень плохо. От чего когда-то ушли? От чего мы продолжаем. А почему Вы снова можете скатиться? Я имею в виду фонд. Ну, конкретно Ваш. Это западные санкции? Это нарушение поставок оборудования? Или что мы имеем в виду под откатом? Человек, физическое лицо, он всегда реагирует на конкретную историю. Если мы должны опираться больше на пожертвования физических лиц, то это должны быть конкретные истории про конкретных взрослых детей. Неважно. Гранты обычно даются на системные как раз проекты. Но также на системные проекты деньги давали крупные западные компании. Как раз западной компании никогда не нужно было объяснять, зачем давать деньги на аналитику, на исследование, на перевод учебника, на печать учебника. Россия не настолько еще осознает значение благотворительности, чтобы понимать, что именно это нужно. Донор российского происхождения, он для него достаточно типичный сегодня вопрос, а что, а почему этим Минздрав не занимается? А почему вы должны этим заниматься? А что, Министерство труда этого не делает? Ну, что за ерунда? Это же должно делать государство, да? И мне очень этот подход не нравится, и я хочу на него влиять и его менять. И я хотела бы, чтобы приходило осознание того, что НКО эффективно помогает тогда, когда она работает в связке с государством, и что государство, ни одно, никакое государство не может закрыть все социальные потребности в стране. А наши крупные компании не замещают ушедших иностранцев? Пока нет, пока нет. Ну и потом, понимаете, ведь еще время уходит на новые связи и новые контакты. Вот если ты работал с пятью компаниями 15 лет, то это выстроенные отношения, это лояльность. Какие-то компании, Ньют, на вашем примере. Я же сейчас не работаю в фонде Вера непосредственно, я учредитель фонда. У меня вот здесь были написаны компании. Кто ушел из западных компаний? Сиско, H&M, Луи Виттон, Бланка, Икея. Да. Ну, например, вот акция, которую мы проводим уже много лет, и которая с привлечением частных денег в «Дети вместо цветов», она в этом году беспрецедентно принесла средства, 58 миллионов рублей, может быть, даже мы еще не все посчитали. Вот я еще раз говорю, да, что в деньгах получается, что сказать, что мы потеряли, нет. Но привлечь нового донора намного сложнее. Он должен тебе поверить, он должен сделать выбор между, условно говоря, там, «Вера и подари жизнь», между большим фондом и маленьким фондом. Потом есть у людей, которые не вовлечены много лет в благотворительность, у них есть такой миф, а зачем помогать фонду, который известен, у него реклама там везде висит, вероятно… У вас все хорошо. У вас все хорошо, и еще от незнания возникает такая мысль, что, наверное, если висит реклама в городе, вон у них сколько денег, они их тратят на рекламу. И надо объяснять, что реклама бесплатная. Это тоже результат нашей работы, когда мы просто получаем бесплатно площади, договариваемся с компаниями, которые сами печатают эти плакаты за свои деньги, что нам это не стоит ничего, кроме рабочего времени человека, который, да, должен получать зарплату. Вот это еще важная штука, что объяснять западной компании не нужно, что сотрудники фонда – это сотрудники налогоплательщики, это люди, которые работают, и да, им нужна зарплата. Что им нужна зарплата. Что им нужна зарплата. Вот европейская компания – это не нужно. В России считается, что люди занимаются благотворительностью, должны заниматься ей бесплатно. И сосать лапу. Потому что когда-то есть, они не должны, они духовной пищей питаются. Ну, например, что еще произошло вот в Москве, и это очень крутая история. У нас есть большущая такая программа – координаторы. Это сотрудники, их в фонде Вера уже под 40 человек. Сотрудники, которые ежедневно работают внутри организации. То есть в каждом отделении палиативной помощи или в каждом хосписе есть человек от фонда Вера. Он работает каждый день. Это человек, который организует немедицинскую часть вокруг пациента. Плюс работает с волонтерами, и плюс работает с эмоциональным выгоранием персонала. Программа стала стоить очень дорого. 40 человек на зарплате – это много миллионов рублей в год. Как раз именно эту часть трудно содержать, и трудно привлекать деньги. И я пошла говорить сначала в Министерство здравоохранения московское, потом в правительство московское. И мы придумали прекрасный вариант. Эти люди будут приняты на работу. Но они будут приняты на работу в другое ведомство – в Министерство социальной защиты. Таким образом, у фонда Вера сокращаются расходы очень значительно. Это не грант, но это очень классная история. И это пример толкового взаимодействия с городом, с руководством. Понимаете, как и везде, упирается всегда все в персоналии. Не только в деньги, в персоналии упирается многое. И если у вас в регионе понимающий губернатор, если у вас неравнодушный министр в вашем направлении, то вы будете продолжать существовать. И даже несмотря на то, что лично вы или многие ваши коллеги против спецоперации. Я считаю, что абсолютно все мои коллеги против спецоперации, человек, который работает в благотворительности, и который привык думать про тех, кто слабее, помогать тем, кто слабее, привык противостоять какой-то несправедливости, этот человек не может поддерживать никакое насилие. Никакое никогда. Рукотворная смерть – это смерть, которой человеческое сознание, человеческая цивилизация призвана избегать. И содействовать этому – это, конечно, безумие. И мне совершенно не важно, на самом деле, где происходит это насилие – в Албании, в Сирии, в Украине, в России. Мне не важно. Это безумие. У меня слишком хорошее воображение, и я в большой степени импат. Я сейчас хожу по улицам Москвы, и для меня каждый молодой мужчина, которого я вижу, мне просто хочется его схватить, куда-нибудь отвезти, спрятать. Я их тут же вижу в военной форме, перед своими глазами я их представляю ранеными. Я не могу. Для меня это просто как-то ежесекундная боль. И мне абсолютно не важно, это мужчина с той стороны или с этой стороны. То, что происходит, это обслуживание интересов не людей. Геополитика не про людей. Границы стран – это не про людей. Про людей – это вот так. Вот, понимаете, я совершенно не знаю, как это можно, и как вообще здравомыслящий человек может поддерживать спецоперацию. Здравомыслящий человек может… Здравомыслящий человек может только ужасаться и сочувствовать происходящему. Нельзя поддерживать смертоубийство. Скажите, у вас как-то проблема беженцев затронула? К вам приходят? Они вам приходят ими заниматься? Насколько возросла там нагрузка? Ну, сколько возросла? Жалуются многие фонды, что не хватает уже ни сил, ничего, ни денег. Ну, фонды разные. Все-таки фонд «Вера» занимается палеоативной помощью. И еще раз скажу, мне абсолютно все равно, на какой территории помогать тяжелобольным людям. Если тяжелобольным людям, неизлечимым больным людям, помощь нужна в Луганске, в Донецке, в Киеве, я буду им помогать. Другое дело, что Киев по понятным причинам абсолютно оборвал все связи, и это нормальная человеческая реакция, то в Луганске и в Донецке запросов стало больше на помощь. И «Регион заботы» – это еще одно юридическое… это проект ОНФ, которым я занимаюсь. Там этот запрос вырос, и помощь одному психоневрологическому интернату, детскому дому-интернату и детям, нуждающимся в палеоативной помощи, которые живут дома со своими родителями на вот этих территориях, эта помощь осуществляется и будет осуществляться. И она им нужна, и можно меня осуждать сколько угодно, меня совершенно не волнует. И если я хочу работать во всех регионах, и буду работать во всех регионах, и если можно на это получать деньги фонда президентских грантов, буду получать деньги президентских грантов. И я всегда говорила, что в этом смысле для меня деньги совершенно не пахнут, и лучше я их потрачу на помощь людям, чем они будут потрачены на усиление вооружения с любой стороны вооруженного конфликта, любого. Потому что какая-то бадья с деньгами, она одна. Вот я лучше возьму и потрачу. Я очень часто сталкиваюсь с осуждением на эту тему. Очень часто. Со стороны кого? Со стороны всех. Потому что одни мне говорят, что... Либеральная общественность? Ну, либеральная общественность – это одна сторона. И она говорит, что нельзя взаимодействовать с властью, нельзя брать деньги там. Ты должна встать и сказать, что ты против. Кому я чего должна? Я должна только... Ну, во-первых, вы сказали, что вы против. Я... Давайте, значит, еще раз четко. Я против любых военных действий. Я занимаюсь тем, что я годы обучала людей заботиться о качестве жизни и о последних неделях, днях, часах, минутах и секундах жизни тяжелобольных, пожилых, порой брошенных людей. И сегодня я должна своих сотрудников снаряжать, чтобы они шли участвовать в спецоперации. Тех, кого я учила у брошенной бабушки, пролежни зализывать? Нет. Я хочу, чтобы было понятно, что я член центрального штаба ОНФ, да, и я руковожу регионом заботы. И я не получаю по тыкве, и не получала ни разу по тыкве, за то, что у меня вот такая позиция. Потому что эта позиция понятна любому человеку, который вообще понимает, что такое благотворительность и что такое помощь человеку, находящемуся в уязвимой позиции. Когда-то была прекрасная журналистка Зоя Ярошок в «Новой газете». И она разговаривала с мамой и убеждала маму, маму Веру Васильевну Миленчику, основателя первого хосписа, убеждала маму принять в хоспис пациентку из колонии, у которой за плечами, как это называется, множественное убийство. Ну, в общем, она, по-моему, шесть или семь человек угрохала. И умирала от рака. Вот Зоя убеждала, мама слушала, слушала, потом сказала, «Зойка, отстань, везите уже кого хотите, хоть Гитлера, какая мне разница?» Вот, понимаете, я вот в этом выросла. Нет, но я все-таки хотел вернуться еще к теме. Вы и ваши коллеги, и Чулпан Хаматова, и Ксения Рапопорт высказались довольно прямо, подписали письмо. И, слава богу, удалось избежать, если я прав, травли в отношении вас, в отношении ваших коллег. Хотя артисты, такие как Алла Пугачева и многие-многие другие, которые попадали в стоп-листы, они этой травли не избежали. Даже те, кто находятся, казалось бы, на самом пьедестале здесь, как Пугачева, их травили. Вот как так получилось в вашей деятельности? Ну, это не травят люди, народонаселение. Власть травила. Их травят конкретные одиозные деятели. Безусловно, но вот против вас, опять же, это, конечно, знак в данном случае стопроцентный плюс, чем минус, безусловно, что ума хватило. Почему, как вы считаете, что вы нужны власти, как вот этот посредник между теми, кто внуждаются в помощи, и они понимают, что без вас люди бы не получили помощь? Я не знаю, нужна ли я власти. Я знаю, что я пока еще нужна людям, которые нуждаются в помощи. А в помощи нуждаются все. И те, кто сегодня во власти, завтра оказываются больными стариками. У них тоже есть дети, мамы, но я не думаю, что они про это думают. Я не знаю, я буду использовать эту ситуацию в интересах людей столько, сколько у меня хватит сил и ресурса ее использовать. И я абсолютно искренне говорю, что я готова быть используема. Используйте меня больше, пожалуйста, в интересах людей, которые нуждаются. Здесь у меня нет никакого компромисса с моей совестью, который мне все время хотят навязать. Ну нет, потому что я бессовестная, наверное. Нет у меня компромисса с совестью. Моя совесть, что хочу с ней, то и дело. Она себя комфортно чувствует до тех пор, пока я вижу результат своей работы. Насколько люди стали, вот вы, поскольку общаетесь и видите гражданское общество, видите людей, насколько люди стали циничнее, злее, обостреннее? Или это не повлияло на то, что делает власть с людьми? Мне кажется, наоборот. Эмпатия возросла, мы уже говорили про это. Да, я не считаю, что люди стали злее и циничнее. Более того, я считаю, что... Знаете, когда... Почему тогда процент большой тех, кто одобрял, даже если плюс-минус думать, что там это погрешности соцопросов, но все равно... Нет, подожди, откуда ты знаешь? Из запросов, сделанных под долом... Да, но вот я хотел как раз ваше мнение по поводу этих вопросов. Вы мне задаете неправильные вопросы. Я работаю, возглавляю государственное бюджетное учреждение. Там работает сильно больше двух тысяч человек. Люди очень разные. Есть те, кто поддерживает, есть те, кто не поддерживает. Есть, к сожалению, довольно большой процент людей, которые уехали из страны. К сожалению, для меня, как для директора, потому что это медики, потому что это большой отток. Многие уволились и уехали. Многие взяли отпуск без сохранения заработной платы и где-то там скрываются от мобилизации. При этом пять человек из коллектива записались добровольцами и участвуют в спецоперации. Еще несколько человек были мобилизованы по повестке. И да, я очень много езжу по регионам. Я очень много взаимодействую. И я могу вам сказать так, что я не видела ни одного человека, ни одного, который бы не ржал цинично над передачами с участием Соловьева и Симонян. Ну, то есть это просто такой вот... Независимо от того, где я, в Хабаровском крае, в Ярославской области, в Нижегородской области, в Твери, ну, не знаю, где угодно. То есть это просто такой бесплатный цирк из телевизора, который ни один человек из встреченных мною не воспринимает серьезно. Все смеются. Ну, да, такой, знаете, уже усталый. Ну, камон. При этом это не говорит про отношение к спецоперации. Отношение к спецоперации у людей разное. Но как с ковидом было, вот я вспоминаю, сколько людей в это все не верили. И мне нужно было самой надеть тайвэк и пойти к Денису Проценко в коммунарку и обойти эти отделения, чтобы самой поверить. Я почему туда пошла? Потому что я хотела понять, а мне как с персоналом-то работать? Мне людей готовить к чему-то или не готовить? Я в ужасе была. В ужасе. Я пришла, собрала коллектив. Тогда еще не было ковидных хосписов. Они после уже появились, два ковидных хосписа. Я собрала людей и сказала, ребят, пожалуйста, давайте не ждать, когда смерть от ковида придет в каждую семью. Давайте к этому готовиться. И вот сейчас мне кажется, что мы в такой же ситуации находимся. Когда боль от происходящего там докатится до каждой семьи, тогда у всех изменится отношение. И оно может у всех измениться по-разному. Кто-то, к кому эта боль придет, начнет поддерживать происходящее, кто не поддерживал из мести, может быть. Кто-то, к кому эта боль придет, ужаснется, поняв, что, боже мой, за что? Как это можно в 2022 году опровергнуть все то, к чему человечество, все то гуманитарное, все то человеческое, к чему человечество шло столетиями? Как можно это сломать тогда, когда у нас уже вроде бы другой... Ну, я вообще с каждым днем я все больше разочаровываюсь в человечестве и все больше очаровываюсь конкретным человеком, каждым конкретным человеком. Вот когда эта боль придет в каждую семью, тогда мы с вами сможем говорить о качестве соцопросов, о реакции людей. Сегодня это все, как в анекдоте, мне Рабинович напел, и поэтому мне Битлз не нравится. Мы не знаем, мы очень мало знаем, мы рады обманываться. Вы сказали, что у вас несколько человек ушли добровольцами, добровольцами вы как вообще на это отреагировали? Ну, как я на это отреагировала? Взрослые люди, у них... Понимаете, у меня, например, очень много сотрудников, медсестер, женщин, которые из военных семей, у них военные мужья или папы, у них совершенно... Они в другой среде росли, чем я, у них другое отношение, у них другое понимание государства, важности государственных границ. Я вот юродивый в этом смысле человек. И есть такая из песни фраза «Мой адрес не дома, не улица, мой адрес Советский Союз». Вот я оттуда. Понимаете, для меня Литва, где росла моя мама и где все мои родственники, Луганск, в котором родилась моя бабушка и погиб мой прадед в луганской тюрьме, Узбекистан, Ташкент, Самарканд, откуда папа с его семьей. Для меня это одна страна. И Советский Союз или Литва, Украина, Белоруссия, Узбекистан, Россия, разные государства. Мне не важно. Я абсолютно без границ. Я вот не про границы. И я прекрасно понимаю, что есть люди, для которых изменение ситуации с разделением страны на разные страны стало дикой болью. У нас в семье это было болью очень недолго. Вот тот период, когда Литва была одной из первых, кто вышел из состава Союза. И какое-то время мы не могли видеться с родственниками, потому что у нас даже тогда не было загранпаспортов в семье ни у кого. И как вообще пересекать границу с другим. Все было очень странно, тяжело, со слезами. И потом это прошло, и мы снова стали ездить и видеться. И на этом травма закончилась. Но я жила в семье, где право нации на самоопределение, так же, как и право человека на независимые высказывания, мышления и так далее, превалировало над многим другим. Но есть другие семьи, другие люди. И есть масса людей, для которых человеческая жизнь не является безусловной ценностью, для которых интересы государства и геополитики первичны. Я не такой человек. Я ненавижу геополитику. Иными словами, вы удивились. Неприятно. Нет. Я не удивилась ни неприятно, ни приятно, потому что работа в палеоативной помощи очень учит терпимости. Люди разные. Как вы помогали тем, кому приходили повестки, защитить мужчин-сотрудников в правовом поле? Или не в правовом поле? Давайте я скажу, что я как руководитель учреждения системы здравоохранения Москвы, что я делаю для сотрудников? Что мы делаем командой для сотрудников? Во-первых, мы проводим регулярные собрания. Люди сейчас очень растеряны, и у них есть какая-то такая детская наивная вера в то, что Нюта с кем-то встречается, она, наверное, что-то знает. Она, наверное, что-то знает, и вот этот или немой, или озвучиваемый вопрос, а что там говорят, да, а что это, что это. И нужно с людьми говорить, говорить, что, ребят, да, я встречаюсь, но, поверьте, растеряны все на всех уровнях. И очевидно, что ответов на наши вопросы, там, что будет, какая цель, когда закончится, этих ответов нет, ни у кого. И давайте попробуем, первое, осознать, что мы абсолютно на вот наша работа, это абсолютное благословение. Мы из тех счастливцев, кто каждое утро сегодня знает, зачем он встает, зачем он идет на работу, и зачем он с этой работы уходит вечером, и что остается сделанным, да, позади. Это счастье, осознавать себя и свою нужность, есть далеко не у всех. Второе, давайте поймем, что наши ценности остаются с нами, и мы не должны ими жертвовать. Если наши ценности это человеческая жизнь и качество человеческой жизни, то это нормально. У меня была сотрудница, которая недавно подошла и спросила Анну Константиновну, скажите, пожалуйста, опрятать своих мужчин это не стыдно? Я говорю, вы знаете, я считаю, что это не стыдно. Я бы очень не хотела, чтобы мужчины, которые есть в моей жизни, оказались вынуждены с оружием в руках защищать что? Меня, мою жизнь. Я не хочу, чтобы у них в руках было оружие. Я бы хотела, чтобы у них в руках, не знаю, была сигарета, бокал вина, моя рука, не знаю, все что угодно. Если есть люди, которые видят себя так, а такие люди есть, будут всегда, ну окей, это их выбор. И нет, это не стыдно, прятать своих мужчин. У вас многих забрали из фонда, из центра? Из фонда никого, не было повесток, по-моему, но при этом есть военно обязанные и есть те, кто, по идее, должен был бы попасть в первую волну. Но не попал? Пока нет. Давайте я по-другому вопрос поставлю. Многих ли вы потеряли? Потому что есть мобилизация, есть отъезд. Мы потеряли очень многих, потому что очень много людей уволились и уехали из страны в первые дни после объявления мобилизации. Среди них много врачей, есть несколько даже семейных пар. И, к сожалению, даже когда прозвучало от Сергея Семеновича Собянина, что в Москве мобилизация закрыта, все, я стала лично обзванивать. И, к сожалению, ни одного не услышала, то, что да, мы вернемся, прежде всего потому, что, они говорят, это дикий стресс. Вот мы уехали там с женой, с детьми, и предположить, что мы еще один раз этот стресс хотим пережить, нет. Нет. Пауза. Если мы когда-нибудь вернемся, ок, сейчас нет. Мы, довольно много людей ушли в отпуск без сохранения заработной платы. Вот в этом ключе потери Центра палиативной помощи составляют около 60 человек из числа медицинских работников. Это сколько в процентах? Не умею считать в процентах. У нас больше 2000 сотрудников. Но это все равно много. То есть это требует серьезной работы администрации. Надо перестраивать график, там много чего. Если говорить про военнообязанных, военнообязанных в медицинской организации всегда много. Медики почти все военнообязанные. У нас таких более 500 человек. Это когда мы говорим про соответствующие возраста и так называемые ВУЗ военную учетную специальность и военные билеты. В число потенциально военнообязанных и тех, кто должен быть призван, попали люди, без которых система палиативной помощи в Москве просто не будет работать. И тут я схватилась за голову в отношении вот нескольких таких человек просто решила, что я все, всех поставлю на уши. Но, слава богу, есть тоже, я об этом раньше не знала в мирное время, есть понятие бронирования. И ряд специалистов оказались забронированы. Если бы я могла, я бы забронировала каждого, всех, потому что они нужны здесь для того, чтобы заниматься палиативной помощью. Но есть все равно то, что можно делать. Поэтому есть регулярные встречи, на которых мы отвечаем, на вопросах, я юрист и кадровик. И есть памятки, которые мы делаем, разъясняя человеческим, понятным языком, что происходит. Какие-то новости, какие-то указы, приказы. Вот, например, мы сделали памятку об уклонении от призыва на военную службу. Где как раз написано, где административная ответственность, где не административная. Я не буду говорить, как уклоняться. Нет. Но тот, кто хочет правильно читать, тот читает правильно. Нет, мобилизация стала для вас шоком? Да. Безусловно, да. Не только как для мамы мальчиков, или как для руководителя коллективом, а еще и как для руководителя медицинской организации. Я помню одну из первых своих поездок в Израиль с учебой. Мы были там в огромном госпитале Рамбам. И одна из первых лекций, которую нам читали, была по обеспечению безопасности внутри больницы. В каждой медицинской организации в России есть человек, который отвечает за, это называется ГОИЧС, с гражданской обороной в чрезвычайной ситуации. Обычно это какой-то там бывший отставной военный, ты не особо его выбираешь, вот у тебя департамент, почему вы отдали, вот он есть. В моей голове, как человека достаточно такого бунтарного, не очень понимающего порой формальные стороны дела, это какой-то непонятный чувак, которому ты вынужден платить зарплату, потому что так надо, но он ходит там, противогаза раздает и требует, чтобы они лежали в нужном месте. И все. И вот в Израиле на этой лекции перед нами выступает молодая, очень красивая, ухоженная на каблуках женщина, роскошная, военная, которая рассказывает нам про то, как они здесь, в этих условиях живя. Израиль всегда живет в условиях войны, там всегда все мальчики, девочки, военно-обязанные проходят военную службу. Как у них проходит эвакуация, обучение, на случай пожара, на случай бомбежки, на случай, больница расположена на берегу моря, у них даже есть протоколы, на случай цунами, как у них оборудованы и переоборудуется что-то в подвале, парковка, например, в огромный мобильный госпиталь, многоярусная парковка, и как разметка на этой парковке сделана, и насколько весь персонал госпиталя знает, что сейчас во время парковки эта разметка читается так, а как только мы убираем автомобили, разметка имеет совершенно иное значение. Я была потрясена, мне это было интересно, но не более того, я ничего не сделала в этой части, когда я вернулась в страну после Израиля. Сейчас, сегодня, у нас в Центре палиативной помощи есть учебный центр. Я узнала такой термин «тактическая медицина», это военно-полевая медицина, то есть то, что на поле боя, это называется тактическая. И я сказала, мы должны срочно разработать курс, и первой помощи и тактической медицине, и ее основам мы должны обучить как минимум всех военно-обязанных, люди должны знать. Опять же, чтобы не было никакой паники в коллективе, как это настроить, вот это мы учим. Я им рассказала вот эту историю про лекцию, и сказала, что это важно, что мы очень расслабленно жили, и мы думали все, что это все не может произойти никогда и ни с кем из нас. Мы, как медицинская организация, обязаны быть более подкованы. Давайте знать, давайте думать, давайте учиться. Нет, если говорить о тех, кто вернется с этой спецоперацией, надеемся, живыми, но, тем не менее, будет много людей с посттравматическим синдромом. У нас... Вы готовитесь к приему этих пациентов, и как здесь центр палиативной помощи может быть полезен в этом? Есть несколько аспектов. Значит, во-первых, я очень много занимаюсь не только палиативной помощью, но и всякой общественной деятельностью, и в рамках региона заботы я побывала в огромном количестве психоневрологических интернатов по всей стране. Поверьте, что в каждом психоневрологическом интернате, в каждом, есть бывшие вояки, чеченцы, афганцы, которые прошли эти войны, и которые не являются в физическом смысле коллегами. Но они вернулись после боевых действий, не проходили никакого процесса реабилитации, они стали очень тяжелы для своих семей, они спилились или снаркоманились, а также есть те, кто физически более или менее восстановился после каких-то тяжелых ранений, там, контузии, но, не знаю, как это просто объяснить, но, в общем, стали когнитивно-интеллектуально очень снижены и для своих семей тяжелы. Вот этих людей в интернатах по всей стране масса, и я очень не хочу, чтобы эти ряды пополнились еще кем-то. Какое решение? Разворачивать какую-то реабилитационную помощь? Надо, надо, понимаете, во-первых, в рамках региона заботы, я, как я, как Нюта Федермессер, я стала на всех встречах во всех регионах на уровне губернаторов и министров говорить, давайте изучать, что в вашем регионе есть, какие у вас есть кризисные психологические центры, какие у вас есть НКО, например, те НКО, которые работают по профилактике домашнего насилия или по работе с сексуализированным насилием в отношении детей. Это организации, в которых много психологов и психотерапевтов, обученных, работают с посттравматическим синдромом. С ними надо встречаться, спрашивать, кто готов переориентироваться, да, и нужно внедряться. Во-вторых, ну, к сожалению, Министерство обороны сказать, что закрыто, это ничего не сказать. Добиться того, чтобы специалисты по работе с травмой уже сейчас на этапе сборов присутствовали бы там в Нарофоминске или Монино, или как там называются еще эти места, и работали сейчас, и объясняли людям, что может быть, как на что реагировать, или правильно бы их обучали там первой помощи. Ребят, это не происходит. И это очень плохо. Очень плохо. Но Москва, безусловно, об этом думает. И вот в рамках региона Заботы у нас будет командировка опять же в Израиль. Снова в Израиль. Потому что это государство, которое знает, как это должно работать. Оно все время воюет. И там вам подскажут какой-то опыт, как с этим работать? Ну, с регионом Заботы мы едем с представителями НКО. Вообще, представители НКО, это всегда очень активные граждане, которые опережают события, и которые гораздо системы НКО, она не такая ригидная, как государственная машина. Быстрее реагирует. Нам проще сорваться с места, поехать, изучить, узнать, договориться, согласовать и так далее. Да, мы хотим это изучить, и мы хотим главным образом, вот мой, как общественника, интерес, как сделать так, чтобы эти ребята не пополнили ряды ПНИ, а остались бы в социуме, остались бы востребованными для своих семей, для своих жен, для своих мам. Это требует серьезной работы, и это работа не только с теми, кто получил физически ранения, а это работа с теми, кто казалось бы, да, вот, ну, визуально вернулся, абсолютно целый и невредимый, а что у него тут, какие ему снятся сны, почему он начнет пить, когда он начнет пить, когда он ударит маму, и почему это произойдет, и как он будет приспосабливаться обратно к этой жизни мирной, и будет ли, вот с ними ведь тоже надо работать. И вот я в гражданской медицине, в палеотивной помощи, я понимаю, что мы к этому совсем не готовы, а вне гражданской, военной, я просто про это ничего не знаю, здесь надо называть других, как палеотивная помощь должна быть к этому готова, но с ужасом понимаю, что, наверное, кто-то будет ранен так тяжело, что в результате окажется у нас. Как мы будем с этим работать? Как, 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 с любовью, с ужасом, с терпением. Не знаю, не знаю, страшно про это думать. У меня слишком хорошее воображение. Я переживаю, что в каких-то семьях наших подопечных условный сын или муж может погибнуть раньше, чем мой пациент. Понимаете? Это страшно. смерть смерть придет к каждому из нас неизбежно абсолютно. И приближать ее рукотворно это самый большой грех, который человек может совершить. У вас жизнь до 24 февраля и после разделилась? Да, конечно. Почему вы не уехали? Почему я должна уехать? Почему я должна уехать? А с какой стати я должна уехать? Многие уезжают. Да. Вы знаете, у меня очень многие родственники, которых я очень люблю, уехали. У меня брат давно живет в Словении, сестра в Германии, племянница моя, одна из племянниц живет в Голландии. И у нас в семье есть такая коробка с семейными документами, где очень давние есть бумаги, паспорт моего прадеда из польского местечка Белосток. И есть такой конверт, в котором собраны все бумаги, включая приглашение и так далее. Это 1972 год, и я понимаю, что в этом году родители мои были готовы к эмиграции. Там все собрано, но они не уехали, они остались. Я не мыслю себя без России. я очень люблю Россию. Я считаю, что государство как система меняется. Вот мы с вами живем в каком государстве по счету? В третьем уже? Государство меняется, страна не меняется, границы меняются, люди не меняются. Здесь мамино дело, хоспис названный именем Веры Миллиончиковой, центр палиативной помощи, в котором окей, пусть я временна, но там огромное количество людей, за которых я отвечаю, вне зависимости от их политических взглядов и воззрений, которые на меня рассчитывают. К сожалению, и для меня, и для него из страны уехал мой старший сын, и он очень несчастлив из-за этого решения. Я не уеду до тех пор, пока меня не выгонят. Я надеюсь, что меня не выгонят. Я хочу на этой земле состариться, на этой земле умереть. Я хочу быть полезной на этой земле. Я не верю, не чувствую, не вижу себя. У меня есть опыт жизни за границей. Я в Англии жила достаточно долго. Я много поездила, у меня родственники повсюду. Я хочу быть здесь. Это мое. Это такое же мое, как ваше. А вы что, не уехали? Что вы тут сидите в центре Москвы? Но какие-то границы есть. Да, я понимаю, что поддерживать спецоперацию я не готова. Если из-за этого мне скажут увольняйся, я уволюсь. Если из-за этого будет риск тюрьмы, наверное, я предпочту уехать, чем сидеть в тюрьме. Но я надеюсь, что у меня не будет такого выбора. вы испытываете вот за это рукотворное приближение смертей с разных сторон чувство злости какой-то на кого-то? Нет. Если да, на кого? Злости нет. Я испытываю сама чувство вины. Это вообще я состою, мне кажется, что я состою из чувства долга, чувства ответственности и чувства вины. Ключевые качества. Кризинство. Да. И я всегда чувствую вину и ответственность. И я все время в себе перемалываю, где я что не так делала, виновата ли я, в чем-то. Считаю это при этом самонадеянным и греховным во многом, потому что что это за уровень вообще тщеславия считать себя ответственной за вещи, которые ты не можешь ни приблизить, ни отдалить, ни изменить. Злости у меня нет. Почему? Вы с ней боретесь? Нет, а почему она должна быть? Не знаю. Честно говоря, в отличие от многих... Вы же понимаете, что эту кто-то начал? Кто ее начал? от многих людей я не верю в вину одного человека или двух, или трех. я думаю, что это какое-то движение... Ох, у меня муж просто в ярости, когда я это говорю. Но я думаю, что это какое-то... Сейчас попробую метафору привести... совпокупность каких-то причин и следствия связей... Куча факторов, что, конечно, всегда важно, как в школе, вот этот вопрос, кто первый начал. Кто-то же первым на торопе нажимает. Это всегда важно, это непростительно, безусловно, так. При этом злости я все равно не испытываю, я испытываю скорее такое, знаете, ох, господи, как же это все потом разгребать, и как же... Ведь ничего не бывает без ответа. Ничего не бывает без ответа. За все приходится платить всегда. И вот у меня вот это вот ох внутри. Как это будет тяжело для многих на этом свете или на том. Мне жутко жалко кучи людей. Нет, я злости не испытываю, но я при этом понимаю, что вот происходящее мы все с вами пытаемся увидеть какой-то четкий план, да, и нам нужно очень распланировать, и нам нужно понимать, так, ага, вот это происходит вот почему, а вот это вот почему, а это они, наверное, думают, что, а следующим шагом будет вот это. А на самом деле это не так. Это очень трудно поверить, в это не хочется верить. Но это как, если, вот вы представьте, что вы падаете с лестницы, летите кувырком с огромной длинной лестницы, вы о чем в этот момент думаете, когда вы летите с лестницы? и вы пытаетесь хвататься, а, перила, лампа, что тут, ковер, за что ухватиться? Но вы не можете распланировать результат своего падения. И вот у меня ощущение, что мир человечества сейчас в целом летит с этой очень высокой лестницы на очень высокой скорости, и решения принимаются вот по ходу. Вот так. Какое тут планирование? Ну, как бы, кто-то сломает шею, кто-то не сломает, но в целом все летим в одном направлении примерно и ускоряемся. Вы последнее с чиновниками, с которыми, понятно, по работе не можете не общаться. После 24 февраля они тоже, как и вы, которые, когда признались, что жизнь до и после разделилась, вы другими их видите сейчас? Они тоже изменились? Их настроение, их оценка? Мне кажется, что все изменились. Не столько изменились, нет. Ну, я-то не изменилась, и вы, наверное, не изменились, и они не изменились. Жизнь изменилась у всех абсолютно. Что поменялось? Вот, условно говоря, ваше... Ну, слушайте, вот могу ли я заниматься палеотивной помощью, и занимаюсь ли я палеотивной помощью после, ну, вот, весь этот год практически? Нет. Я ей не занимаюсь. Я занимаюсь все время чем-то, что прилетает постоянно с разных сторон, в том числе всякими мероприятиями по мобилизации сейчас. Что настроение у них изменилось? Как вы это фиксируете, когда вы общаетесь? планы другие. Вот, счастливы те люди, более или менее счастливы могут быть, те люди, у которых далекий горизонт планирования. Кстати, к таким я себя отношу. У меня очень далекий горизонт планирования, и я понимаю, что если смотреть на там 15, 20, 25 лет вперед, то вообще-то ничего не меняется. Мы все равно будем развивать палеотивную помощь, развивать гириатрию, развивать палеотивную помощь в сфере неонатальной, то есть помощь женщинам, вынашивающим тяжело больного ребенка. Но сегодня я могу только мечтать, писать и принимать тактические решения. Я сегодня, вот в сегодняшней реальности, не могу двигаться вот туда. Это пауза, которая мы не знаем, сколько продлится. Или откат даже, который мы не знаем, как далеко и на какой период времени нас откатит. А есть люди, у которых горизонт планирования короткий. Я все время думаю про бедных бухгалтеров, которые живут этими кварталами, квартальными отчетами. А есть вообще люди, у которых жизнь от пятницы до пятницы на дачу поехал. И вот у этих людей гораздо больше стресс, потому что они действительно а потом-то что? А дальше-то вот куда? У них выше растерянность, чем у меня. Моя вот та точка Б, в которую я хочу прийти, она никак не изменилась. Понимаете? Мне кажется, что у крупных чиновников у них тоже прицелы приоритета каким-то образом сдвигаются. Какой вес сейчас у нацпроектов, на которые они привыкли ориентироваться? Но ковид нас всех к этому подготовил. То есть оказывается мы умеем быстро реагировать, оказывается даже вот эта огромная машина умеет как-то перестраиваться, оказывается и среди чиновников есть люди, которые умеют работать круглосуточно и эффективно, их тоже немало, но все равно слушайте, ваш приоритет сегодняшнего дня сбивается. Вы уже не можете думать про наверное. Я не спрашивала, хотя бы хотела спросить Собянина, конечно, что ему строить метро, открывать центр палиативной помощи, следующее отделение, или заниматься организацией мобилизационных мероприятий. Но в целом-то он же все равно видит Москву как лучшую столицу мира, и он все равно будет в эту сторону двигаться столько, сколько у него будут возможности. Мне гораздо больше, видите, я все время в этом своем ключе, никого мне жалко. Мне гораздо больше жалко губернаторов в тех регионах, которые сильно больше страдают от мобилизации, в которых нет денег, в которых дикое количество людей уже погибли. Это там Бурятия, Хакасия. Ну ужас, ужас. Им всем сложнее намного. у меня какой-то вот такой вот взгляд. Я про мне жалко людей, которые осознанно берут а может не жалко, ну как жалко. Я очень сочувствую им, у которых ответственность огромная, и которые эту ответственность достойно несут и разделяют. И таких людей очень много. есть достойнейшие, очень приличные, очень умные, очень преданные стране люди. Спасибо. Спасибо.